Елена Вось говорит о многих международных конкурсах, но среди ее побед есть одна, которая может быть перевешивать все остальные. Не секрет, что российская фортепианная школа одна из лучших в мире. И в СССР самым главным конкурсом пианистов считался всесоюзный конкурс. Его победители представляли нашу страну на международном конкурсе имени Чайховского. Но тем пианистам, которые жили в Российской Федерации, прежде чем попасть на всесоюзный конкурс, нужно было пройти всероссийский отбор, который был чуть ли не более сложным, чем всесоюзный. После развала страны и тот и другой конкурс по понятным причинам перестали существовать. И только в 2010 году всероссийский конкурс пианистов был возрожден. В нем приняли участие лучшие молодые музыканты со всей страны. Среди них и Елена Лусь. И это юное создание, а ей тогда было всего 21 год, свершило чудо. Жюри присудило ей первую премию. Сдрогнули клавиши, как отволи. Схлипнули клавиши, вдруг дрожав. Ради Бога, вы их вспугнете тише. Не нужно дышать. И раскатились вдаль мугинцами, будто серебряный чей-то смех. И, оборвавшись плохим рыданием, вновь устремились вверх. Звуки летят, наполняя пространство. В пропасть разверзут и навстречу груди музыка Шнитке. Ты Бог или дьявол? Душу мою пощади. Альфред Шнитке. Концерт для фортепиано и струнного оркестра. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...